Всем привет! Сегодня мы рассмотрим пример роботизации создания новых сотрудников в 1С предприятии. Для начала мы создадим переменные, с которыми будем работать. Затем сохраним параметры личности из генератора на локальном хосте из юпитер ноутбук и добавим личности в 1С. Для начала подготавливаем 1С к работе. Будем использовать тест в бухгалтерии предприятия Core. Переходим в секцию зарплата и кадры в сотрудники. Создадим новый проект в Bix Studio. Инициализируем новую целочисленную переменную, которая отображает сколько личностей нам нужно. Для примера сгенерируем 4 личности. Далее создаем счетчик, который будет увеличиваться на 1 после добавления одной личности в 1С. Так как генератор находится на локальном хосте в юпитер ноутбук, то мы будем подключаться к нему через браузер. Пишем имя браузера и вставляем путь к юпитер ноутбук. В вашем случае это может быть любой сайт или программа, где вы можете считать существующие или генерировать новые имена для забивания в вашу корпоративную систему. Считывание добавления личности в 1С будет проходить в цикле. Пишем условия выхода из цикла. Если счетчик больше количества нужных нам 0 людей, цикл закончится. Далее начинаем сохранять каждый параметр личности в свою переменную. Генератор выглядит следующим образом. В каждой строчке свой параметр. Всего 9 параметров. Все параметры абсолютно случайны. В получении значения веб-элемента выбираем поиск по x-pass. Прощелкиваем путь, а затем сохраняем значение в переменную. Повторяем. То же самое действие для всех 9 параметров. Теперь добавим активность обновить, чтобы создать в браузере новую личность. Начинаем наносить данные в 1С. Берем действие. Кликнуть на кнопочку создать в 1С. Сначала добавим условный оператор. Логика следующая. Если пол женский, то нажимается соответствующий пол. Если нет, то мужской. Продолжение следует... Начинаем заносить данные в 1С через активность. Впечатать в UI элемент. Также повторяем для всех оставшихся параметров. В 1С для добавления работника нужно принять его на работу. Щелкаем на принять на работу. Нажимаем на поле «Должность». Вводим текст клавиатуры «Продавец». Либо какую-либо другую должность, если у вас есть для этого условия. Для валидации введенной информации в поле «Дополнительно» нажимаем «Таб» после написания должности. Прощалкиваем все кнопки, чтобы сохранить изменения. Почти все готово. Осталось увеличивать счетчик на один после каждой итерации и в конце закрыть браузер. Все готово. Для того, чтобы было видно ход выполнения проекта, изменим активность «Запуск Google Chrome» на уже открытое окно браузера. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Первый сотрудник готов. Обновляются данные для нового сотрудника. Продолжение следует... Продолжение следует... Второй сотрудник готов. Обновляются данные для следующего сотрудника. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этом все. Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...